Я впервые видела Юрия Николаевича Холопова на консультациях ко вступительным экзаменам в консерваторию. И я помню, что меня тогда совершенно поразили две вещи. С одной стороны, это была какая-то необыкновенная такая сосредоточенность и дисциплина ума, дисциплина и красота мысли, необычайная серьезность. И с другой стороны, сразу было понятно, что этот человек очень живой, очень человечный и с чувством юмора. И на это произвело тогда очень сильное впечатление. Мне посчастливилось, Юрий Николаевич на первом курсе взял меня к себе в индивидуальный класс гармонии. И, в общем, я сразу практически поняла, что я бы очень хотела и в дальнейшем продолжать заниматься научной деятельностью под его руководством. И мне кажется, что Юрий Николаевич воспитывал в нас, конечно, само собой так получалось, не только высочайший профессионализм, но и он закладывал очень такие, в общем, высокие, я бы сказала, этические стандарты в каждого из нас. Ну, наверное, не обладая ими, собственно, невозможно заниматься настоящей наукой. И мне кажется, что у него был даже дар не то, что предвидеть будущее, а, в общем-то, создавать это будущее, потому что он предлагал своим ученикам те темы к исследованию, которые были не разработаны либо у нас тогда в стране, либо вообще не очень разработаны в мире. И я могу это подтвердить, в частности, и собственным примером. Когда я пришла к нему, я вообще планировала заниматься современной музыкой новейшей, но так получилось, что благодаря тем широким возможностям, огромным, которые студентам предоставляет наша альма-матер Московская консерватория, я обрела внезапно для себя вторую специальность, орган, и поняла, что мне не менее интересна старинная музыка. Пришла к нему в растерянности, что я не знаю, что мне теперь делать с моей темой диплома, и Юрий Николаевич подумал, и через некоторое время сам предложил мне тему, и тема эта оказалась необычайно перспективна, причем в очень разных направлениях. Во-первых, это была совершенно не исследована у нас научная область, возможно, даже, во-первых, наверное, на первое место стоит поставить то, что эта музыка у нас тогда была практически неизвестна и не исполнялась. И когда я начинала работать над этой темой, я даже близко не представляла себе, насколько она будет перспективна, причем в самых разных сферах нашей музыкальной реальности, и концертной жизни, и образовании, и каких-то просветительских проектах, и, конечно, в исследовании. И поскольку к нему можно было прийти абсолютно с любым музыкальным материалом любой эпохи, любого уровня сложности, я думаю, что вот такой своей необыкновенной широтой музыкальных интересов он действительно нашу музыкальную реальность во многом определил просто на достаточно большое время вперед. И я, поскольку я, видимо, являюсь представительницей довольно позднего поколения его учеников, я еще хотела бы от себя поблагодарить его за его учеников, у которых уже училась я сама. Потому что это, опять же, всегда очень высокие профессиональные стандарты, это необыкновенная заинтересованность, конечно же, в предмете своего исследования. Это, так же, как и у Юрия Николаевича, максимально внимательное, бережное, чуткое отношение к студентам, к их росту. И, в общем-то, это все, конечно, дает большое вдохновение ученикам. И, конечно, его наследие, творческое масштаб его личности, он осознается только с возрастом. И я думаю, что мне еще долго предстоит, на самом деле, осознавать и узнавать его наследие, которое сейчас еще, как мы знаем, издано далеко не полностью. И я думаю, что такая очень важная часть его наследия – это то отношение к делу, которое он по неволе передавал всем, кто был рядом с ним. Это такая бескомпромиссность абсолютная, профессиональная, исключительная, просто запредельная профессиональная честность. И, кроме того, конечно же, увлеченность своим делом, потому что я думаю, что абсолютно для всех его учеников профессиональная вот эта деятельность, она составляет один из очень важных смыслов жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok